Всем привет! С вами снова лаборатория культуры. Я ведущая Гульнара Гарипова. Сегодня у нас в гостях археологи. Сейчас сначала представлю наших гостей, а потом расскажу, о чём будет программа и о чём мы будем говорить. Итак, у нас сегодня Алексей Кайсин, заведующий научно-исследовательской археологической лаборатории. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! И Маргарита Глазырина, инженер-исследователь, научно-исследовательской археологической лаборатории ВИАДГУ. Здравствуйте, Маргарита! Ну, как вы уже догадались, говорить мы сегодня будем об археологии, о том, что это за науков, что в принципе в Кирове, в Кировской области, чем занимаются археологи. И конкретно остановимся на двух, а может быть больше, насколько успеем, проектах. Это раскопки в Слободском, ой, не раскопки, исследования в Слободском, Слободском некрополе и на Пижемском городище, которые были летом. И у нас тут уже какие-то чудесные артефакты, у нас здесь какие-то кости. Мы, ребята, обо всём, конечно же, подробно расспросим, что это такое, и где их нашли, и что с ними делать, и вообще зачем это нужно. Но поскольку я должна сказать, что если в каких-то других областях гуманитаристик я более-менее ориентируюсь, то могу сказать, что археология для меня — это прямо открытие, раскопка. Я ничего об этом не знаю, правда. И тем не менее ужасно любопытно понять, что это и как вообще эта наука устроена. Поэтому сегодня буду задавать крайне наивные вопросы, и будет такой формат «Детская познавательная программа». Ну, правда, самый первый такой, самый, наверное, наивный вопрос. Я не прошу вас какое-то определение дать, но вообще из вашей области, из языка вашей науки, как понимается археология? Потому что в обывательском таком представлении это какие-то очень романтичные чуваки куда-то отправляются, начинают там копаться, находят клады, находят какие-то интересные артефакты. Потом они попадают в музей, потом они приобретают какую-то ценность. Вот. И, наверное, еще какая-то такая обывательская позиция. Господи, это же в грязь, в мороз, в холод. Я вот смотрю на ваши фотографии, думаю, с одной стороны, ужасно хочется к вам, с другой стороны, это же холодно, это же там некомфортно все очень. Расскажите вообще, в принципе, как ученые относятся, как они понимают свою науку. Ну, археология — это наука, которая изучает человека. То есть с момента появления его на планете до сегодняшнего дня, по сути. Так, у нас наука, которая изучает человека очень много. А в чем специфика? А специфика — то, что мы изучаем человека по материальным останкам. То есть то, что человек оставил после себя во время своей жизни на нашей планете. То есть то, что он создал своими руками, то, что из него, условно говоря, вышло. Очень классно случилось. Да-да-да. То, что он съел, то, что он намусорил. То есть на самом деле самое полезное для археолога место на планете — это помойка человеческая. Ничего себе. То есть, условно говоря, помойка дает абсолютно классический повседневный срез. Мы каждый день выносим мусор, и так было, по сути дела, всегда. Иногда, конечно, просто мусор бросали и не выносили, но мусор, он позволяет оценить повседневную жизнь общества. То есть наши свалки, с которыми все борются, это вообще золото и находка для будущих археологов. Ну, одна из, да, конечно. То есть помойки разных периодов археологи очень любят. Здорово. В принципе, как Алексей Олегович любит говорить, особенно на парах по археологии, для археолога самое важное — это трипы. Это пожарище, погребения и помойки. То есть именно вот эти три места, именно там археологи находят больше всего информации и добывают именно оттуда. С ума сойти. Никогда бы с этой точки зрения не подумала о науке. Здорово. Ну, а расскажите, вот ужасно любопытно, поскольку я все-таки, ну, больше отношения имею, наверное, к сфере искусства, да, как вот то, что вы находите, как определяется, скажем, историческая ценность вот того, что нашли на помойке, как оно потом переносится, ну, условно, в музейное пространство и приобретает эстетическую какую-то культурную ценность, значимость? То есть что, или это уже не ваша стезя, а ваше дело только раскопать, найти? Ну, в целом, конечно, основная задача археолога — это раскопать. То есть найти находки их и довести их, в общем-то, правильно вы сказали, до музея, да. То есть, в принципе, основная задача — это сохранение культурного наследия. А что вот является культурным наследием? С точки зрения археологии всё, что старше ста лет по закону, является культурным наследием, охраняемым государством с точки зрения именно археологии, да, то есть... То есть любая косточка, пуговичка, там, остатки волос — это всё является уже... Ну, по сути дела, предметом изучения археологов. Вот, соответственно, коллекция по археологическим работам сдаётся в Государственный музейный фонд Российской Федерации, и потом уже музейные работники выбирают из этих коллекций какие-то там вещи для экспонирования. То есть они уже принимают решение, что является... Безусловно, да. То есть там выставки в музеях все тематические, да, то есть даже, условно говоря, там, художественную выставку можно разнообразить археологический материал. У нас такой проект был в своё время с Кирово-Чепецким музеем, когда мы делали выставку по работам художника Лихачёва. И мы, ну, как бы сказать, совместные такие экспонаты делали, да, то есть картина Лихачёва мы сопровождали археологическим материалом. Прикольно. Вот, то есть... А что за материал? Ну, он же очень много писал картин по мифологии, по ранней истории, вот, и там можно было подобрать черепа животных, находки из погребений, там, женские украшения. То есть, в принципе, можно было подобрать как раз вот иллюстрацию под картину. То есть, в принципе, археологический материал, он может иллюстрировать любую музейную тематику. А кто и как... Ну, сейчас абсолютно обывательский вопрос. Как определяется, ну, вот, условно, материальная ценность найденных каких-то артефактов? От возраста зависит? Нет, абсолютно не от возраста, там, материальная ценность определяется достаточно сложно, там, в музеях существует фондово-закупочная комиссия, которая это все делает. Ага, то есть это они знают. Опять же, это не ваше дело, да? Это не наше дело, да? То есть наше дело — собрать коллекцию на месте максимально, да? То есть, соответственно, составить опись коллекционную и предоставить это вот в музей. Ну, давайте сейчас обратимся к вот тем двум исследованиям, о которых мы говорили. И начнем, наверное, с города Слободского, с Некрополя, а потом, наверное, про городище. Да? Давайте так. Вот. Зачем исследовать Некрополь? Нет, давайте сначала так. Я очень много слышала об этих архитектурных памятниках, или, с вашей точки зрения, это исторические памятники? Ну, вообще, условно говоря, у нас большинство Некрополей не имеют предмета охраны. То есть они вообще никакого статуса, да? Ну, то есть, вот смотрите, есть Кладбищенская церковь. Чаще всего она достаточно старая, и она действительно охраняется государством. Вокруг Некрополя чаще всего есть оградка, которая тоже старая и тоже охраняется государством, потому что она является памятником архитектуры. Вот. А сами надгробные сооружения, ну, то есть надмогильные конструкции всякие, да, они государством у нас большей частью не охраняются. То есть они не имеют никакого, скажем... Статуса. Статуса не имеют. То есть территория кладбища, она просто как территория. То есть они приравнены к каким-то современным могилам, по большому счету, да? По большому счету, да. Ничего себе. Даже если они 17 века там, да? Да. Ничего себе. Вот это какая-то совершенно жуткая бюрократическая несправедливость. И что вы сейчас делаете? Какая у вас цель? Исследовать все это? Сохранить? То есть, я так понимаю, раскопок там не ведется, да? Нет, безусловно. А что вы делаете и зачем тогда там? Расскажите. Маргарита, вот, может быть, вы молчите, сидите скромно. По сути, смысл заключается в том, что все памятники, которые находятся на Некрополе, чуть поближе, если можно. Они каждым годом утрачиваются. То есть это погодные условия, которые разрушают эти надмогильные сооружения. Тексты, которые написаны, стираются. Также бывают люди, которые просто приходят на кладбище, кто-то там толкнет памятник, он упадет, расколется, и это все разрушится. А то есть они не охраняются даже? Кто угодно может зайти и там устроить? Нет, то есть вот кладбище, которое изучаем мы в Слободском, туда приходишь, и там очень много современного мусора. То есть там валяются такие же пластиковые бутылки, и ты понимаешь, что, конечно, любой человек мог вчера зайти и бросить эту бутылку, и это никак даже не будет пресекаться. То есть, по большому счету, это даже не тот человек, который имеет отношение к этим могилам, это просто праздногуляющий какой-то горожанин. Конечно, просто человек зашел, и все. И для него это место не имеет никакого значения. Да, ему никто ничего не скажет, ему все равно будет, и он идет. И смысл заключается в том, что эти надмогильные сооружения, они постепенно, с каждым годом также уходят под землю, и информация теряется. Наша задача сейчас — почистить эти конструкции, переписать тексты, понять, кто там захоронен, увидеть, какие эстетические элементы на этих конструкциях, зафиксировать это. Если, например, это кованые кресты, то мы делаем еще чертежи дополнительно. Каждая конструкция фотографируется с четырех сторон, иногда с пяти, то есть еще нужно сверху зафиксировать. То есть получается именно смысл в сохранении этого культурного наследия. Ну тогда расскажите, пожалуйста, на конкретных примерах, что это за плиты, когда они сделаны, из чего, какие у них формы, почему на некоторых там есть кресты и ленты. Вообще, каких они времен в Слободском? Это правильно называется? Слободской некрополь, да? Слободской некрополь, да. С какого времени они? Ну вот какие-то вот эти детали, которые вы видите, а больше никто, собственно, не понимает, собственно, специфики каких-то форм архитектурных или чего-то. Вы же знаете. Скульптурные больше. Скульптурные даже? Там скульптуры есть? Ну то есть в принципе. Я вот не была там, к сожалению, ни разу. Там очень много видов этих плит, то есть есть лежачие, есть... Лежачие — это просто такая, да? Лежачие — это просто вытянутая плита, да, которая... Да, в виде саркофага. Это каменный саркофаг, то есть у него по бокам даже выбиты ручки, то есть это действительно, если ты на него смотришь, то думаешь, что да, это саркофаг. Ничего себе. То есть ощущение, что это прям могила, да? Ощущение, что вот стоит просто коробка, памятник прям... На земле. И прям там покойник, да? Ну в смысле, что имеется в виду внешнее, это выглядит очень так, правдоподобно. И да, эти конструкции бывают совершенно различные, составные, как пирамидальной формы и других-других видов. Ну там есть несколько конструкций в виде часовенки, ну то есть вот как бы надмогильная такая часовенка. А они большие? Туда внутрь человек может войти? Нет, нет, ну и часовенка не обязательно, это здание, да, часовней может являться любая конструкция. Вот, и здесь то же самое, они в виде такой часовенки придорожной, голбца, можно так сказать. Что-что? Голбец, придорожная часовенка. Не знаю, что это. Такую, ну, подквадратную форму, чаще всего с углублением, нишей такой под икону или под свечу. Вот, но чаще всего уже икона, конечно же, утрачена. Вот, сделаны они в основном из либо розового мрамора, либо из опоки. Ну, опоки у нас в Вятской губернии было много. Это камень такой, да? Да, это такой поделочный камень, мягкий достаточно. А где он у нас? Произрастает? Ну, в Кукарке он был, под Советском. Ну, то есть, в принципе, да, там сейчас это Советск, и, соответственно, там очень много опокий, в принципе. И, кстати, вот говоря, на Советском городском кладбище тоже очень много памятников из опоки. А вы там тоже были? Ну, изначально мы хотели вообще охватить больше некрополей, то есть взять вообще по Вятской губернии. А сколько их вообще? Ну, в принципе, в крупных городах они везде присутствуют. В некоторых случаях это продолжающиеся кладбище, то есть, например, в том же Советске это продолжающиеся кладбище, то есть там они перегорожены несколькими оградками, то есть там периоды времени, там, например, в 60-е годы закрыли кладбище, оставили вороться маленькие, дальше продолжили подхоронку. Вот, точно так же, например, в Котельниче продолжающиеся кладбище, в Ржуме продолжающиеся кладбище. Вот, но, в принципе, есть некрополи закрытые, как в Слободском, да, или, например, как в Лальске. То есть это где уже никого больше не хоронят, да? Да, то есть Слободской некрополь, это закрытый некрополь, закрыли его в 60-м году, вот, и, соответственно, перенесли новое захоронение в другое место. Потом еще вернемся, Маргарита, пожалуйста, к скульптурным формам. Просто сейчас пока подумала, вспомнила, вот мы разговаривали с Сергеем Моховым о его книге «Археология русской смерти 18+,» пару программ назад. И у него в книге очень много информации о том, что в советское время очень многие некрополи просто разрушались, плиты куда-то в другие места уносились, использовались, ну, потому что инфраструктура похоронной индустрии была очень плохо развита, скажем так, мягко скажем. Вот, а у нас, получается, очень многие сохранились, да? То есть очень многие какие-то города, что, так скептические? Ну, нет, нет, ну, как бы, видите, там, смысл в чем? Смысл в том, что вообще, как бы, кладбище, так сказать, национального периода, то есть вот как раз вот там, начиная с 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го веков, они достаточно разные по своей структуре, да? То есть, в принципе, изначально в русских городках, русских городах, да, они были вокруг приходских церквей. Соответственно, первый снос кладбищ произошел далеко до советского периода, это при Екатерине II, когда города с радиальной застройки перестраивались на квартальную застройку, да? То есть, соответственно, все вот эти вот приходские, посадские кладбища, они сносились. Так. Ну, потому что попали под застройку. Вот, соответственно, при Екатерине II было принято решение о том, что вынести все вот эти приходские кладбища в городской застройке за пределы, за городскую черту. И они были вынесены. И они все вот появились в конце 18-го века во всех этих городах за пределами городской черты. Понятно. На тот момент за пределы городской черты. Понятно, что в советское время, после индустриализации, после Второй мировой войны, прошел дальнейший процесс развития роста городов. Соответственно, кладбища эти попали уже опять же в центральную часть города. И, соответственно, так же точно сносились. Ну, то есть, город у нас застраивается, кладбище занимает достаточно большую часть города в любом случае, потому что, если оно дно на город, оно занимает большую площадь. Соответственно, если оно там уже закрытое, если на него там мало людей ходит, то принимается решение там городским советом его как бы закрыть. Хорошо, Маргарита, давайте вернемся. Какие еще, вы сказали, скульптурные формы там есть? А есть там какие-то, ну, вот как семейные склепы бывают какие-то? Я слышала. Там, скорее, просто за одной оградкой, например, несколько находятся конструкций. Но так, чтобы какой-то прям склеп, нет. То есть, бывает такое, что есть, например, одна плита, и на ней записано сразу несколько фамилий. То есть, ну, имен имеется в виду. То есть, там... Из одной семьи? Из одной семьи просто вписывали, да, то есть, кто похоронен. Несколько человек. То есть, интересно очень наблюдать, что бывают очень большие, такие грандиозные, красивые, дорогие памятники. Они, например, посвящены маленьким детям. То есть, там ребенку всего один год был, да, и для него поставили прям очень дорогой и хороший памятник. Или там для 17-летней девушки стоял памятник из мраморной, он из белого мрамора ведь был, да. И он был рост, ну, высотой 2 метра для 17-летней девушки. А иногда бывает, что наоборот, какая-то маленькая плита, а там записана вся семья. То есть, вот эта вот градация наблюдать, это очень интересно. А подождите, а как это вся семья и одна плита? То есть, они же не одномоментно умерли. Они по очереди умирали, поднимали плиту, кого-то хоронили, нет? На эту плиту просто вбивалось еще дополнительно потом имя, что человека еще похоронили. А тело-то куда? Под плиту? Тело рядом. Рядом. А, то есть, они просто... Рядом не поднимается плита, а просто рядом захоронивается. Просто земли рядом. Либо изначально ставились деревянные конструкции, которые сгнивали. А потом, например, одну плиту поставили уже на всю семью. Ну, то есть, в принципе, сейчас же такой же точно процесс на современных кладбищах. Я не знаю. Ну, изначально сейчас принято, ну, как бы ставится деревянный крест. Потом ждут год, чтобы могила осела или полтора года. Соответственно, потом ставят уже какой-то другой постоянный памятник. То есть, в принципе, любой памятник на кладбище, он не вечен. И это тоже надо понимать. Да, и это касается и современных памятников, и это касается тех памятников, которые были там в 18-19 веке. То есть, их все равно надо обновлять. И вот и на этом даже кладбище, пусть оно и закрыто, как бы там в 60-м году, есть несколько погребений, которые, за которыми, видимо, ухаживают. И памятники стоят уже там в 2000-х годах. Но с годами смерти там понятно, что там в 40-е, 30-е годы. То есть, есть чьи-то там, словно бабушки, дедушки, прабабушки, чьи внуки и правнуки заботятся и меняют памятник современный. А вообще, с какого времени, какое самое раннее там из ваших доходок, захоронений? Ну, по данным местных краеведов, которые в свое время это кладбище пытались изучать, но они прежде всего собирали, я так понимаю, информацию о погребенных. Ну, то есть, вот списки составляли именно погребенных на кладбище. Там они нашли могилу, ну, захоронения 1799 года. Вот. 17-й век, да? Ну, да, то есть, мы пока до нее не дошли, но, в принципе, первая половина там 19-го века, начиная там с 10-х годов, 19-го века могилы встречаются. А вы как, вот, например, если вы находите какую-то плиту, на которой не указаны даты, уже стерли семена, как вы определяете возраст? А вот, это и самое главное, и самый важный момент, который, в принципе, для нас важен. Мы изучаем надмогильную конструкцию. Да. То есть, мы пытаемся понять, как изменялась надмогильная конструкция в течение нескольких десятков лет. То есть, какая мода была на памятнике в тот или иной период. А какая, например? Ну, вот смотрите, там же тоже все очень-очень все логично, и с точки зрения, как бы, вот, развития, да, классицизма, начало 19-го века, да? Это вот стиль колонны, вот эти все вот появляются венфинки такие вот классические, которые очень часто были во время Александра Первого, да? То есть, вот это вот все потом... А барокко там есть? Барокко, наверное, бы было. Но не сохранилось. Ну, то есть, это уже 18-й век, но на других, например, некрополях, понятно, что присутствуют не в нашей области. Вот, то есть, в принципе, там вот все очень так четко читаемо с точки зрения, вот, как бы, моды на памятник. Кроме этого, вот, очень много как раз конструкций, которые по своему содержанию меняются. То есть, там надписи эпитафий нам важны. То есть, там будет потом проведена еще филологическая экспертиза. Нам главное сейчас просто их как бы зафиксировать. А, простите, эпитафия — это какое-то посмертное пожелание? Ну, эпитафия, она вот, во-первых, это личная эпитафия, где указываются данные человека. А, во-вторых, это там вот какое-то пожелание, да, там или там... Какие-то стихи. Или какие-то библейские, да, может быть. Да, могут быть библейские цитаты, могут быть стихи, могут быть там тексты молитв. Вот, там, в зависимости от, вот, как раз от моды, там, просто на нескольких памятников в середине XIX века, там, 50-х годов, там текст идет классической молитвы «Отче наш». Вот, то есть это, видимо, причем там несколько таких памятников с одной и той же молитвой. Кроме этого, нам важны изображения на самих конструкциях, да, там, какие... Какие православные изображения встречаются на надмогильных конструкциях? Это, во-первых, ну, вот изображение креста распятия, иногда там с предметами страстей христовых, да, то есть это копье-посох, да, там, голова Адама. На нескольких памятников очень, очень ярко выражены песочные часы с крылышками. Это что символизирует? Ну, видимо, что конец земного пребывания и часы, и вот это вот время... То есть время ушло, и человек умер, ушел в другой мир. А как вы поняли, что это, например, голова Адама? Нет, ну, это стандартные, стандартные классические... Классические символы. То есть если взять любой нательный крест, да, то есть там есть набор православных символов, да, то есть который по иконографике креста положен быть. То есть как бы известно, что голова Адама... Почему? Потому что как бы по библейскому преданию, да, Иисуса распяли на Голгофе, где умер Адам, где похоронен Адам. Вот, соответственно, голова Адама, в принципе, присутствует на каждом нательном кресте практически, и в данном случае на надгробном. А может такой немножко глупый вопрос? Почему в советское время, когда, в общем-то, власть боролась с религией, со всеми религиозными представлениями, почему вот это все сохранилось, почему они не были, ну, не возражали? Или это уже был какой-то исторический взгляд все-таки как на историю, на все эти религиозные символы? Там ведь после революции смена-то тоже памятников произошла. Там появились новые элементы, очень много появилось различных цепей, ну, таких связанных там, может быть, с флотом, может быть, еще с чем-то. Очень много появилось... Звезд, наверное, да? Звезды появились уже после войны, вот, после Великой Отечественной войны. А вот в промежутке, там, 30-х годов, там очень много еще появилось символов, которые связаны с индустриализацией. То есть там какие-то заводские вещи появляются, да? Например? Ну, не в виде, там, серба и молота, да, а в виде, там, например, какого-то, какой-нибудь шестеренки. То есть, да, там был памятник, который, видимо, сделали как раз специально вот сотрудники. То есть, там так и написано, там конкретно идет текст, то есть, кому посвящено, от группы каких людей. Там действительно изображена шестеренка, и, ну, это так символично и интересно на это посмотреть. Ну, да, то есть... То, что не только родственники и делали, но и посвящали и твои коллеги. Ну, при этом, вот, например, есть несколько надгробий, которые написаны по старой орфографии, которые по срокам, там, чуть ли не до 25-го года идут. То есть, которые написаны еще старой орфографией. Вот, то есть, в принципе, насчет борьбы, там, власти, видимо, непонятно было. Ну, то есть... Власти было не до этого. Да, власти было просто не до этого, там, вот. А так, можно сказать, что показательные есть, вот, как раз вот, если просмотреть в итоге, что у нас, наверное, получится, это просмотреть, вот, процесс изменения надмогильных конструкций в разные периоды. Ну, по крайней мере, на этом кладбище точно, и потом у нас, конечно же, идея о том, чтобы изучить все некрополи Тировской области тут, по крайней мере. Вот. Причем ведь этот вот процесс, он ведь идет в других городах, то есть, там, в Москве, в Ленинградской области идут. Такие же точно процессы. Это какой-то интерес к теме памяти, да, или к чему вообще, с чем это больше связано? Ну, вот это поиск культурного кода, поиск, вот, истоков, то есть, там ведь на самом деле тоже очень-очень хорошо это видно, как отношение к погребальному обряду с точки зрения, вот, ментальности. То есть, человек, он действует по какой-то традиции, по определенным обрядам, которые заложены предками, которые могут поменяться, а могут не меняться, да, то есть, условно говоря, вот как раз вот, или идет процесс трансформации. Вот это очень хорошо видно как раз на памятниках, которые появились после революции. Можно поподробнее? Вот это прямо очень интересно, действительно, как вот эти все ритуалы, как они в материальности потом отражаются. Материальности, вот, изменения как раз памятников самих по себе, конструкции памятников, резкое изменение, да, то есть, со всяких вот этих саркофагов идут обычные потом, ну, такие достаточно лаконичные колонны, там, с небольшими шестеренками, которые сделаны из недорогих материалов, чаще всего это железо, обитое там фанерой или еще чем-то, то есть, с каменных дорогих изваяний идет такой плавный переход, который примерно заканчивается к 30-м годам. Ну, там, в 30-е годы в основном это либо кресты, сваренные металлические кресты, либо вот какие-то такие полупирамидальные, подпирамидальные конструкции, усеченная пирамидка. Это вот такая, да? Да, 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 которая там тоже сварена из железа и обитое, или просто кусок такой пирамиды в виде куска железа, полая обычно внутри. Вот, то есть, удешевление конструкции идет в виде, тут тоже... Обращение и переход к каким-то стандартам. А вот этот интерес, ну, как вы сказали, там, поиски культурного кода, он может как-то отразиться на статусе, ну, вот этих памятников, да? Он может как-то поменять, ну, вот вы же сейчас их изучите, каталогизируете, сфотографируете, почистите, более-менее, может быть, или вам даже ремонтировать их нельзя, то есть как-то... Нет, мы не можем вмешиваться, так как мы не реставраторы, то есть ничего. А может что-то произойти, что вот их чем признают каким-то там... Ну, по идее... Может, какой-то статус, да, статус культурного места, в принципе, да? Нет, достопримечательное место как вариант, да, это очень возможно, потому что, в принципе, можно потом подать заявку именно на определение этого места как достопримечательного, который будет охраняться. А кому это может быть интересно? Городским властям, историкам, краеведам? Ну, краеведам, гостям города. На самом деле, пока мы вот там работаем... То это очень сильно привлекает людей, то есть участки, которые мы почистили, то есть мы вычистили три квадрата, 20 на 20 метров каждый. То есть там было всё... Всё взросло травой, памятники все в Омху находятся, то есть они все грязные, мы их чистим, траву выкашиваем, и сколько мы там работаем с 4 сентября, получается, люди постоянно приходят, смотрят. Причём даже... Потому что смотрят, не помогают? Не присоединяются, но, по крайней мере, уже появляется интерес у людей, то есть спрашивают, что делаем, ходят, потом читают после нас эти надписи, то есть им интересно. И это не только пожилые люди, то есть приходят даже там и 20-летние люди, то есть всем интересно. Плюс мы познакомились с женщиной, которая вот водит экскурсии на этот некрополь. Из Слободского? Она из Кирова вроде как, но вот водит экскурсии. Ксюша Логина, наверное. Да, да, да. Вот, и получается, она как бы к нам... Ну, её привлекло внимание, и то есть она, в принципе, тоже готова присоединиться и... Когда у неё есть свободное время. Да, когда у неё есть свободное время. И помогать, да, в работе? Да, она уже вот один раз приезжала. Ну, здорово. Там же, видите, как бы вот туристические потоки, которые через город проходят, они там есть, потому что из Кирова обычно в нашей области везут потом в Слободской, самый ближний город, потому что там много церквей отреставрированных, там есть куда людей сводить. И, соответственно, вот при нас была группа, которых привезли на микроавтобусе, они погуляли немножко по кладбищу и ушли. То есть, в принципе, видимо, маршрут какой-то строится через это кладбище. И Ксения вот тоже на экскурсии по кладбищу водит. Если его прибрать, за ним чуть-чуть поухаживать... Если будет какой-то присмотр, то в дальнейшем-то не будет замусориваться так эта территория. И интерес будет у людей. Как вы думаете, вот если это произойдет, да, то как формируется потом эта пространство? Допустим, оно ухоженное, красивое, чистое, туда приходят туристы. Это уже как музей восприниматься будет, да? Как музей под открытым небом. В принципе, музей под открытым небом. Причем, да, если сделать там какие-то правильные надписи, если расшифровать то, что мы вот изучим, для людей сделать, ну, понятными эти надписи, да, и, соответственно, им будет, мне кажется, очень интересно. Мне вот уже интересно, уже сейчас интересно, да, по большому счету было бы съездить, посмотреть. И, ну, конечно, за вашей работой понаблюдать, но это немножко так, это неэтично стоять и смотреть, как люди работают. И тут уже все-таки хочется помочь. Мы вам дадим инструменты. Я уже говорила, я комфорт люблю. Я как представлю, что в грязи, в холоде, под дождем, я думаю, боже мой, это прям тяжкий труд. Я с большим уважением, конечно, отношусь ко всем вашим таким тяготам. В принципе, да, это тяжело, но потом смотришь на участки, которые почистил, и прям глаз радуется. Приятно посмотреть на то, что ты делал уже. Там заметно, да, где мы уже изучили могилы. И потом просто сравнивать фотографии было-стало. А из тех, что вы мне отправляли, там есть такие вот, было-стало? Мы отправили вам уже чистые. Но можно найти в интернете до нашего приходя. Ну что, я думаю, мы временно, может быть, пока остановимся с этой темой. Можем потом, конечно, возвращаться. И давайте поговорим сейчас про Пижамское городище. Это летом, я так понимаю, да? Там вот как раз были раскопки, да? То есть там можно копать, там все как у настоящих археологов. Да, там, по сути дела, были работы совместные Вятского государственного университета и Института археологии имени Халикова в Казани. Вот, это такая достаточно большая программа по изучению как раз городищ раннего Железного века. Так, а ранний Железный век, это какие годы? Это первое тысячелетие до нашей эры. Так, и они у нас в области есть, да? Конечно, у нас человек поселился давно. В общем-то, примерно в восьмом тысячелетии до нашей эры. Это еще Мезолит был. Я же говорю, у нас детская познавательная программа. Я не знаю, когда у нас кто поселился здесь. Вот, то есть, в принципе, в первом тысячелетии до нашей эры люди здесь жили и чувствовали себя достаточно комфортно. А вот, и мы как раз вот эти городища изучаем на протяжении уже четвертого года, да? То есть в девятнадцатом году у нас были работы, связанные с изучением Чижевского городища, в двадцатом Наговицынского, это территория Кирова. Прямо на территории Кирова? Ну, территория современного города, да. То есть Чижевское городище. Это в Чижах. Это в Чижах, да. На Говицынской. Березовая роща, то есть. И там в Железном веке люди жили, да? Да, конечно же. Какая прелесть. У меня гараж там. Я даже не думала. Вот, вот, вот. А в двадцатом году мы изучали на Говицынское городище, которое утром пленит. Угу. Ну вот. И что там найдено? Какие люди там жили? Какие племена? А какого они... Ну, вот, это племена так называемой Ананинской культурно-исторической области. Мы не говорим об их этнической принадлежности. Ну, просто потому что археология не занимается этносами большей частью. А кто антропология? Ну, вот смотрите. Этнос — это язык. Ну, то есть главный этнический признак — это язык. И язык вещи, которые, ну, в общем-то, нам попадают, они молчат. Нет, ну, можно же там по строению скелета, черепа... Череп вообще национальность не определяет. Серьезно? Вообще никак. Череп определяет расовую принадлежность. И пол. Ну, то есть вот две основные категории, которые можно определить по человеческому черепу. Это раса, пол... И как он был убит. Ну, и способ... В принципе, да. И причина смерти. Да, то есть давайте так, не про убийство, а просто причина смерти. Вот, то есть тут... Не, ну, там же дикие ребята. Вот, и Пижамское городище — это одно из крупнейших городищ на Вятке, которое вот как раз появилось вот как раз в эпоху анонимской историко-культурной области. Вот, соответственно, это первое тысячелетие до нашей эры. Существовало это городище практически, ну, около тысячи лет. То есть оно затронуло и раннее Средневековье в том числе. А почему называется так городище? Городище — это уже ваш термин археологов? Городище, да, это... Ну, это стандартный такой термин, который определяет вид археологического памятника. Это поселение, на котором проживали люди, и оно имело укрепление. А вот они проживали, это были у них какие-то стоянки, или это были у них постоянные деревни? Ну, вот это постоянное местожительство, то есть вот стоянки... То есть что-то типа городов тоже, нет? Ну, это не города, это вот именно как бы вот такое городище, огороженное пространство. Да, то есть для города слишком мелко. Не все функции выполнялись на этом пространстве городские, да, то есть... Но, в принципе, это пространство, которое огораживалось валом и рвом. Там не обязательно были деревянные конструкции, да, какие-то, но два вот явных таких признака оборонительных. Городище это, прежде всего, выполняло функцию оборонительного характера. Вот, и, соответственно, имело ров и вал. Ну, то есть яму и нас. Да, естественно, это могли быть, могли быть конструкции туда вставлены деревянные, ну, понятно. Про Пижамское городисе мы пока сказать такого не можем. То есть вы еще не докопали до того уровня, где можно понять? Временно работы были законсервированы для следующего года. Нет, мы как бы брали не вал, мы брали площадку рядом с валом, площадку рядом с... Ну, то есть начало жилой площадки и предвальную часть с внутренней стороны, то есть вот как бы напольную сторону. Давайте я очень уже хочу показать всем те находки, которые были на Пижамском городище найдены. И, Маргарита, можно я вас попрошу, вот вы какую-нибудь штуковину возьмите, расскажите, о чем она, а я потом поднесу к камере и более подробно ее покручу. Что вы там нашли? Можете познакомиться с самой большой охоткой. Это, получается, череп медведя. Возьмите в руки. Ой, мне пока страшно. Не бойтесь. Обычный медведь. Это... А почему у него... Это верхняя челюсть. А, это верхняя челюсть, все понятно. Нижняя челюсть, она всегда идет отдельно любого млекопитающего, да? В смысле, может даже не в одном месте найтись в раскопках? Нет, она же исключительно держится на мышце мимической, да? То есть, соответственно, мышечная соединительная ткань, она сгнивает, и челюсть нижняя всегда отпадывает. И нижняя еще состоит из двух обычно. Ну, да. Потому что у нее расходятся. Ну, естественно. А в принципе, нет. У этого медведя вполне могло быть... Ну, то есть, нижняя челюсть могла найтись в другом абсолютно месте, потому что в данном случае жители на данной территории вполне могли использовать черепа животных как укрепление для вала. То есть, условно говоря, крупные черепа животных, да, лось, медведь, лошадь, соответственно... Буквально вместо камней? Да, вместо... То есть, по сути, убил медведя, съел его, а потом использовал этот мусор, скинул его, чтобы сделать как раз оборонительное сооружение. Ну, не то, чтобы оборонительное сооружение, а просто, что вот они лежат и не дают осыпаться... Удерживают. Можно, чтобы земля не осыпалась. А может, вы не знаете для чего? Вот как в сказках у Бабы-Яги, вот вокруг забора на таких, на палках висят черепа для устрашения. Нет. Не задумывались об этом, но у них смысл другой. Да нет, они как бы, мне кажется, их не боялись. Да. Начнем с этого. То есть, для них череп... Нечего бояться. Повседневность. Да. То есть... Обычная вещь. Да. Ничего такого. Они делали амулеты из зубов. Скорее, из зубов. И вот здесь как раз вы можете видеть. Ну, это не амулет. Это не амулет, но из чего можно было бы сделать амулет? Держите. Это похожий на... Это зуб. Ну, то есть, если бы он был просверлен... А чей он? Мишка. Медведя. То есть, вот если бы здесь было отверстие... Сейчас я покажу. А вот, то это был бы амулет. Ну, в данном случае это просто зуб мишки. Обычно делали амулеты из зубов медведя, из зубов волка, из клыков кабанчика. Вот. То есть, по сути, это были такие амулеты наших тотемных животных, то есть, тотемных животных наших предков. Мы тоже так долго можем говорить, что это украшательство больше. Ну, тоже понятно, что это там функция оберега, да, она выполнялась, но мы не говорим, что это тотемное жемотное. Мы не можем так говорить. То есть, тут вообще все очень аккуратно, все на тоненького, потому что данных не очень много, письменности еще тогда не было, поэтому это все в области предположений. Понятно. Что еще там есть, Маргарита? Покажите, пожалуйста. Вот это копыта лошади, то есть еще одно животное. А какой, кстати, это период временной? Ну, вот это вот все первое тысячелетие до нашей эры. Всего первое тысячелетие, да, с ума сойти. Такие, страшно даже прикасаться, как будто бы это такие хрупкие вещи могут разрушиться. И медведь тоже, да? Да. И кость медведя, да. Это кость медведя, она сверленная, кстати говоря. Да, вот она имеет несколько. А в смысле, кто ее сверлил и зачем? Ну, люди сверлили. А зачем? Возможно, использовали как рычаг, возможно, использовали еще зачем-то, да, то есть. Как подсвечник. А, свечей тогда не было еще. Ну, никогда. Наверное. Не было, не было. Вот, смотрите, видите, здесь очень хорошо видно, что кость долбили, и долбили давно. То есть это не... Вы рассказываете микрофон, а я поднесу. ...современные как бы лопаты. Да, это вот следы сколов древнего человека. Вот, соответственно, как бы такая заготовка под орудие, но возможно, что она, ну, то есть это просто заготовка. Потом, видимо, она человеку чем-то не понравилась, он ее выкинул. Да. Тоже зачем-то просверлены. То есть вот... Понять логику первобытного человека достаточно сложно на самом деле. Потому что... Можно только предполагать. Мы же... Вот тут вот очень опасно это, понимаете. В принципе... Да, Алексей Леонидович просто не рискует говорить. В принципе, очень-очень все на тоненького, потому что мы мыслим другими категориями абсолютно. А кто-то домысливает потом после вас вот эти вот... Так нет, понятно, что потом это все анализируется. Потом... Вообще вся археология, она держится по большей части на математических методах, на обработке статистических данных. Ой-ой-ой, подробнее про это. Что это такое? Ну, видите, как бы массовые находки, да? То есть массовые находки животных, массовые находки вот керамики. То есть основная находка, которую создает человек, это посуда. Ну, то есть понятно, что человек должен кушать, он создает горшки. Соответственно, вот здесь мы видим фрагменты верхней части сосуда, венчиков так называемых. Глиняных? Да, глиняных. Да, вот здесь они все с разным орнаментом. Здесь орнамент выполнен в виде такой гребенки, таким штампом-орнаментиром. Обычно делался он из костей животного, в виде такого гребня маленького. Вот. Это такой достаточно редкий орнамент. Ногтевой, да. То есть прям человеческим ногтем? Да, человеческим ногтем. Может, как раз видеть, что это человеческим ногтем поставлен. Да, ума сойти. Вот. А этот сосуд... Первый век до нашей эры, ног от человека. Сейчас я все покажу. Первое тысячелетие. Первое тысячелетие. Первое тысячелетие, да. А это что за дырочка? А это, видимо, сосуд ремонтировался. То есть это не узор, да? Ну, возможно, что не узор, это именно что? Отверстие, которое делалось для связывания разбитого сосуда. Так, я сейчас подойду, покажу, а вы продолжайте рассказывать что-нибудь про посуду. Меня не слышно будет, просто от микрофона отойду. То есть, в принципе, посуда — это основная находка, которая появляется там, да, и, соответственно, люди старались ее украшать различными орнаментами. И это чаще всего встречается на любых археологических памятниках. Вот, соответственно. Чем еще это городище примечательно? Тем, что оно является так называемым, еще до революции их называли костеносными городищами. То есть там огромное количество костей. Человеческих? Нет, нет, именно костей животных, обработанных и необработанных. Вот, то есть, по большому счету, они изготавливали из костей животных практически весь инвентарь, да, там различные проколки. Они сейчас просто все в обработке в основном, в чистке от земли. Идет процесс как раз промывки материала, он уже заканчивается. И думаю, что вот в ноябре у нас будет выставка по Пижемскому городищу. Ух ты, здорово. Вот, соответственно. А где она будет? Ну, на территории Вятского государственного университета, в каком-то корпусе. Вот, соответственно, можно будет прийти посмотреть уже чищенный материал. Отлично. А скажите, пожалуйста, я вот как историк совсем-совсем от слова нет, а это животные, вот эти кости, это какой получается период? Это они были еще охотниками-собирателями или это уже было животноводство? Конечно, у них уже было животноводство, то есть, у них уже домашние животные тоже были, у них была лошадь, у них возможно... А, ну да, если копыта, то это домашняя уже лошадь, да, получается? Да, да. И, возможно, было земледелие. Вот, ну, то есть, с земледелием тоже пока все сложно, то есть, там, на территории Татарстана земледелие путем палеонологического анализа доказано. А что это такое? А это когда смотрится почва на предмет нахождения в ней остатков пыльцы растений. Вот, соответственно, на нашей территории пока нет, но есть косвенные признаки, вот, например, на Говицынском, ну, там на разных городищах были обнаружены различные терочники, то есть... Что такое терочник? То, чем перемалывают зерно в муку. Вот, соответственно, два таких камня обычно бывают, абразивного типа. И, соответственно, таких терочников найдено много на разных городищах. Вот, но вот именно остатков зерна пока, еще раз подчеркиваю, пока на территории области не найдено. Ищите, ищите. Да, да, да. Тут вопрос еще. Она, может быть, не сохраняется просто? Да нет, сохраняется. Потому что она сгнила? Нет, просто понимаете, в чем дело? Тут еще процесс в том, какие анализы когда проводились. То есть понятно, что сейчас ведь современная наука, она позволяет использовать методы, естественно, научных разных разработок, которые... Например? Ну, классический пример — это радиоуглерод, да, то есть когда мы берем уголь с территории поселения. Так, например, в Тижевском городище был изучен как раз вот уголь с территории памятника, и была определена точная дата, там, VI век до нашей эры, когда первое поселение, первые люди пришли на эту территорию. А то есть это вот вы делаете вот этот радиоуглерод? Да, радиоуглеродный анализ, ну, раньше мы делали его в Канаде. А, то есть это заказывать надо, да? Конечно, да. То есть сейчас, в принципе, нет. Почему Вятский государственный университет тоже, в принципе, возможно, делает это. И, скорее всего, сейчас мы будем заказывать у себя. Вот, то есть... Круто. Ну, там очень много всяких методов познания. Видите, проблемы... То есть, в принципе, археология уже не как гуманитарная наука, а скорее она взаимодействует с другими науками, там, с химией, как раз, получается, с математикой, с тем неподходящим нам, казалось бы, да? Ну, да, там очень тяжело студентам-историкам было. Да. Вот, соответственно, видите, тут археология на данный метод, да, она, в принципе, весь 20-й век, она искала те методы, которые могли бы позволить больше изучить о том, что археолог находит, потому что вещи разговаривать не умеют, к сожалению, да. То есть, вся та информация о них может быть получена путем изучения того или иного предмета. Соответственно, чем больше методов мы применяем, тем вроде как лучше. Но, возможно, что существуют еще какие-то методы. Почему, кстати говоря, коллекции все сохраняются в музеях? Так, то есть, нельзя, надо, во-первых, все собрать с раскопа, да, то, что даже нам непонятно иногда бывает, да, то есть, зафиксировать там вот место находки, указать, что там, условно говоря, там это изделие из какого-то... Какой материал. Из какого-то материала, да. Даже не называя это изделие, если нам это неизвестно, да, то есть, то возможно, что какими-то методами, какой-то там в далеком или недалеком будущем наука сможет объяснить. Ну, понятно, да. То есть, наша задача основная — это просто зафиксировать. Найти, раскопать и сохранить. Для будущих поколений. А, Маргарита, а можете еще вот эту штучку длинную показать? Нет, вот это что такое? Это нож. Это нож? Это ножик, да, нечищенный, правда. Ничего себе. Нечищенный. Это как раз ранний средневековый ножик. Так, вы рассказываете про ножик, я пойду. Вот, ранний средневековый ножик. Каковый? Ну, где-то вот уже наша эра, да, то есть, это примерно где-то пятый век нашей эры, может быть, шестой. Вот, мы его почистим, вот, соответственно, и датируем. А он методический? Да, он железный. Как бы, в принципе... Будет выглядеть лучше и привлекательнее. Да. И понятнее людям. Он приобретет. Ну, так он уже разрушается, то есть, коррозия. Да, то есть, на нём коррозия, да. И даже когда его почистишь, в принципе, всё равно постепенно он частично разрушается. Маргарита, вот к вам вопрос. А у вас такое название в вашей должности — инженер-исследователь. А тоже такой обывательский взгляд. Инженеры, они там что-то проектируют, строят. А что делает инженер в археологии? То есть, вы тоже занимаетесь каким-то... Ну, чем вы занимаетесь? Как говорит моя коллега, инженерией мы исследуем. Но смысл нашей должности заключается в том, что мы как раз обрабатываем материалы, в дальнейшем у нас как продукты — это научные статьи, которые мы выдаём. А при чём здесь инженерия? Ну, должность вот так называется в университете. На самом деле, Маргарита просто скромничает. Там, в принципе, есть инженерная составляющая, они делают и 3D-модели, в общем-то, и так всего. Ну, то есть, это всё получается как бы нашим продуктом. То есть, те же 3D-модели, которые как раз обрабатываются из фотографий, которые мы же и создаём, в принципе. То есть, модели предметов, модели самого раскопа. То есть, археолог, он же выкапывает территорию один раз, и в дальнейшем мы уже не сможем посмотреть, как это выглядело. Ну, и фотография так полностью не передаёт всю информацию. А 3D-модель делается в программе, и её в дальнейшем можно крутить, вертеть и смотреть под разными углами, как выглядел как раз раскоп. То есть, это можно уже показывать обычному человеку, и он тоже может почувствовать себя на том месте и понять, как это выглядело. То есть, а вы это в процессе делаете? Вот как прямо там на раскопах или уже постфактум? В этом году мы уже перешли к тому, что, по сути, на раскопе делаем фотографию и запускаем уже на компьютере модель создаваться. То есть, ускоряем этот процесс. То есть, у нас уже это становится как на автомате. Ну да, то есть, например, Ночный производственный институт сейчас проводит раскопки в Холданском Кремле. И они попросили нас как раз сделать модель мостовой 15-й век, которую они обнаружили. Это не вы там раскапываете? Нет, нет, нет. Это другая организация. Наши коллеги, да. Вот мы как раз для них сделали модельку этой мостовой, с которой они, я думаю, тоже подробно всех познакомят, жителей города. Вот, соответственно, просто видите, конструкции, которые мы находим, например, на раскопе, они, возможно, понятны только исследователям, возможно, ну, точнее, невозможно, а точно, они как бы утрачивают, они будут утрачены вследствие дальнейших, как бы, работ, да. То есть, мы же их должны, как бы, чтобы копать более ранние слои, мы верхние слои полностью изымаем. То есть, нарушается тот контекст, в котором они были, да, и, соответственно, мы должны этот весь контекст максимально фиксировать. Если есть возможность сделать там визуальную 3D-модель какую-то этого пространства, то это плюс, потому что мы фиксируем то положение вещей, которое было на тот момент времени. Поняла, да. Расскажите мне ещё, пожалуйста, вот как процесс устроен? Вот вы приезжаете, вот вы знаете, что там, например, городище. Вот вы приехали, палаточку поставили, и что дальше? Как-то огородили, берёте лопаты, и последовательно, вот как от начала до конца, как этот процесс выглядит? Есть методики. Можно Маргариту я попрошу? Она сидит, у нас молчит, молчит большая часть программы. Алексей много рассказывает. Простите. Приезжаем на территорию. Первое, что нужно сделать, это как раз разбить участок, то есть это выглядит не так, что мы взяли лопату и пошли копать яму. Это неправильно. Есть методика. Ну, конечно, я поэтому и спрашиваю. Разбивается территория по квадратам, ограживается колышками, лентой фиксированной. А по какому принципу? Просто разделили на равное количество квадратов, да? Ну, получается, у нас идут квадраты 2 на 2 метра, и этих квадратов будет столько, сколько у нас территория. То есть вот прямоугольник, да, и мы поделили его весь на квадраты. И дальше идём по методике. То есть вначале мы снимаем верхний слой. То есть обычно слои снимаются по 20 сантиметров, но здесь на пижамском городище мы снимали по 10 сантиметров, получается. Да, 20 сантиметров это вот. Это вот почва в верхний слой. Там ничего обычно нет, да? В дёрне обычно тоже могут быть предметы оставаться. Такое тоже бывает. То есть вначале снимается дёрн, убирается трава. Это всё сносится на одну сторону. И дальше мы снимаем по 20 сантиметров землю. Каждую находку мы фиксируем. Замеряем высоту, на какой высоте это было. Также с какой стороны. То есть ширина. То есть вот, как вам объяснить? Точка. То есть с одной стороны сколько сантиметров, с другой стороны. И высота на нивелир измеряется. То есть это вот как вы могли бы видеть этот прибор. По осям. По осям, да. То есть да, измерение по трём осям. То есть в трёхмерном, да? Да, по пространству. Высота и там. Так, глубина. Вы что-то нашли, это в пакетик и сложили, и куда-то там дальше копались. Обычно, если по квадратам, то если это массовый материал, например, это как раз керамика, да, кости, это кладётся всё в пакет. То есть на каждом квадрате лежит пакет, куда это всё массово складывается. Если это какая-то индивидуалка, особенный предмет, который выбивается, то его... Например? Ну, например, та же, например, пуговица, иголка, проколка, это будет индивидуалкой. То есть что-то более необычное, да. Тот же нож. Тот же нож, это как раз индивидуалка, да, получается вот у нас. Его фиксируют отдельно и заносят в отдельный пакет, и также отмечают на плане. То есть кроме людей, которые копают на раскопе, есть обычно лаборант, который ведёт чертежи. Он точно такой же план составляет на миллиметровой бумаге, точно так же разделяет его по квадратам и конкретно фиксирует, где эта находка была найдена. То есть мы ещё это перевозим, переносим ещё на чертёж. А мы вот так говорим, копаем, копаем, а на самом деле в кино же показывают, что там с такими кисточками, со всякими... Кисточками, лопатами. А какие у вас инструменты, правда? Чем вы это всё делаете? Ну, основной наш инструмент, конечно же, это лопата. А если лопатой что-то ценное вдруг случайно... Не нужно торопиться, всё аккуратно, постепенно. То есть медленно, не как картошку капаем. Медленно, не как картошку выкапываем, всё по-другому происходит. Также у нас есть небольшие совочки, мастерки. Какие-нибудь там щёточки или кисточки, это реже. Чаще всего мы на лопате стоим. Ну, кисточками и совочками разбираются в основном объекты, то есть конструкции какие-то, если там находятся. Например? Ну, если говорить, например, про пижамское городище, то это кострище. Ну, то есть остатки костра. Ритуального. Обычно, потому что хочется сразу представить. Обычно, обычного костра. То есть человеку надо было где-то греться, да, соответственно. То есть это не в доме его, не в жилище? Ну, они могут быть и в доме, могут быть и не в доме. То есть в данном случае. Ну, то есть, вот, к примеру, любая конструкция, она, конечно, аккуратно разбирается. Мусорную яму тоже разбирают постепенно. Как раз мастерком, маленькими, тоненькими мастерками, чтобы не пропустить ничего, что там осталось. А в Железном веке были мусорные ямы, да? Ну, в принципе, всё равно всё скидывалось какое-то место. Ну, то есть там была не мусорная яма, там было, можно сказать, там мусорное пространство было. То есть там как бы была часть территории, куда просто вот, ну... Скидываешь мусор. Скидали мусор. Не так, что там целенаправленно, что вот это у нас будет мусорная яма, а скорее просто, ну вот... Понятно, что он не вывозился. Да. Ну, то есть она не за рвом, да? Не вот туда вот, куда ты всё это выкидывалась. Прямо вот где жили, да? Да, конечно. Рядом с домом там. Ну, это же как везде есть разделение. То есть тут ты спишь, тут ты греешься, а тут ты выкидываешь. Бросаешь. А раньше? Ну, такое тоже, конечно. А что в их понимании был мусор, интересно? Ну, что и в нашем, то есть вот... Кость, которую уже съели. Нет, у нас полиэтилен там, у нас бумага. А что тогда вы... Разбитый горшок, это мусор. Это мусор, да. Он уже не нужен. Мы съели животное, остались костью, выкинули. Это мусор. Какой-то нож, он сломанный, ты не можешь его уже использовать, выкинул. Ну, то есть, как вот у нас, есть предметы, которые мы выкидываем. Тарелку разбили, мы же выкинули ее. Мы же ее не клеим, не сидим. Я не знаю, а может, они их клеили, а может быть, они их там... Нет, понятно, что для них керамика была... Укрепляли сооружение. Керамика, да, для них была чуть-чуть дороже, чем у нас, как бы, тарелки. Да, понятно, что если крупный горшок разбивался, если его можно было там связать две-три части, то они это делали. Если нельзя было связать, они понятно, что его выкидывали. На самом деле, слой битой керамики на этих поселениях достаточно плотный. То есть, очень много именно... Ну, понятно, что там любое неосторожное движение, глиняный горшок, он разбивается. А что еще, условно, из предметов искусства или какие-то украшения там находятся? Ну, украшения, возможно, находятся. А одежда вообще сохраняется, нет? Нет, это уже все, да? Ну, вот смотрите, про одежду, да, то есть, самая ранняя одежда, которая у нас сохранилась на планете, да, это находка шерстяных трусов. Они вязаные были или шитые, скажите, пожалуйста? В австрийских Альпах это шкура. Ну, я поняла, да, это шкура животного шита, да? Шитые, да. Так, в Альпах? Это в Альпах, да. Это какое время было? Пять тысяч лет до нашей эры. Понимаете, то есть... То есть, тысяча лет до нашей эры уже могла быть одежда. Ну, это, видите, мерзлота. Ну, то есть, понятно, что там и неандертальцы тоже одежду шили. Вот, но... Но вот с одеждой, она же, органика очень плохо сохраняется. То есть, органика, условно, там, говоря, последних, там, ну, тысячи лет сохраняется, ну, более или менее. Все, что раньше, очень плохо. А есть ли там какие-нибудь особо прекрасные условия для этой органики? Ну, не знаю, там, затопило или каким-нибудь там... Болото, торф. Ну, идеальные условия — это вот Помпеи, там все... Там все сохранилось хорошо. Там все сохранилось хорошо, ну, да, и люди в том числе. Вот, соответственно, тут... Важно понимать, что находки, например, украшений для городища не характерны. Почему? Ну, потому что вот мы часто украшения теряем. Редко. Мы их как-то больше бережем ведь. Да. Стараемся не потерять. Это такой же смысл. Украшения обычно делались из металла. Соответственно, металл для них был очень дорогим. Ну, то есть, вот, как бы, это не кость животного, это не изделие из кости животного. Это очень дорого, и, соответственно, они хранили. Они в погребальной обрядности, да, они использовали вот как раз украшения, клали их с умершим. Но, опять же, у нас не обнаружено на нашей территории ни одного могильника, вот она низкого периода. Вот, связано это с разными факторами. Есть одно предположение, что, возможно, что они хоронили умерших на другой стороне реки, соответственно... А как, где, там не искали на другой стороне? А там же пойма. Соответственно, река меняет русла, и, соответственно, их угол смыть. Но это только предположение. Вот, то есть, разные, разные просто есть варианты, которые... Нужно просто больше копать, когда мы найдем. Существует, да, надо больше копать, соответственно, просто тут... Все можно найти. А кто вообще у вас копает? Ну, то есть, вот, там целая лаборатория. Сколько там сотрудников? Имеют право заниматься этим только сотрудники? Или это могут и жители помогать, и волонтеры, и студенты? Волонтеры, студенты тоже могут. Тут просто все зависит от человека. Человек, который держит лист открытый. Алексей Легович сейчас расскажет про это. Да вы тоже рассказываете, Маргарита. Ну, пусть Алексей Легович скажет, ему очень хочется. Я не так что доминирую. Давайте, Алексей Легович расскажет. Расскажет, простите, простите. А я дополню вас, если что. Ну, соответственно, вот, смотрите. Есть по закону человек, который имеет право пройти археологические работы. Как он называется, этот человек? Держатель открытого листа. Вау. Вот, соответственно, открытый лист — это документ, который позволяет эти работы проводить. Вот, соответственно, на каждом роскопе он один. Вот, соответственно, все остальные, как бы, ему помогают проводить эти работы. То есть, в принципе, это могут быть любые волонтеры. Они могут иметь любое образование. А не, ну, как бы, работать под присмотром старших коллег. То есть, просто обычно есть как раз человек, который имеет разрешение. У него есть люди, которые его поддерживают, которые уже опытные, умеют. И в дальнейшем можно набирать кого угодно. То есть, это будут студенты, ваши родственники, ваши друзья, кто угодно. В принципе, вот, работы как раз, последние, которые у нас были проведены, на Пижемском городище. Туда приезжали просто все, кто только могут. То есть, там был Алексей Олегович, были студенты, которые уже копают второй год, например, и остались в лаборатории, например, ходят, помогают. Были и сотрудники нашей лаборатории. Были люди, которые из Казани приехали. Кто-то в отпуске решил просто покопать, приехать, ощутить природу и помочь. Там даже была старость у Алексея Олеговича из института, которая приехала, а потом к ней приехала еще дочка, потому что скучала по маме, и она тоже нам помогала. И вот так вот собирается команда. А мне кажется, это какой-то прекрасный туристический потенциал в этом деле. В самом деле, археология — это просто отлично. Ты не просто выехал, например, на речку посидеть, у костра в палатике пожить, а тут ты поработал на свежем воздухе 7-8 часов, а вечером точно так же посидел у костра, сходил на речку, отдохнул. И тут и романтика, и новое знакомство, и вообще всё самое интересное в археологии. Пользы больше, если ты копаешь ещё. Ну, просто ты общаешься, копаешь, приносишь пользу, изучаешь науку, и при этом и интересно, и весело, хорошо. Мне кажется, надо прямо, да, как-то это дело популяризировать, потому что я помню, у нас приезжал, к сожалению, забыла, как его зовут, учёный, и он отправляется тоже в разные исследовательские экспедиции, на Камчатку, ещё куда-то, и у них какой-то проект, опять же, конечно же, забыла, как он называется, сейчас не вспомню, они прямо набирают туристов, попутчиков, дают им какую-то информацию, какие-то мастер-классы, и вот они куда-то с Дробышевским там ездили, чёрт знает куда, там в Африку, по-моему, ещё куда-то, и прямо набирается такая большая команда, которые просто помогают, да, люди ещё финансово вкладываются, наверное, во всё это исследование, если нет финансирования, там, государство. Да, если не бывает финансирования, то и бывает, что люди вкладываются. Но мы свои экспедиции берём людей бесплатно, поэтому, если хотите, присоединяйтесь, мы вам только рады. Здорово. Всему научим, всё-таки дадим. Всему научим, всё покажем. Да, покормим. Покормим, спальник дадим, палатка будет отдельная. Ой, здорово. Друзья, мне кажется, мы немножечко уже утомились, мы уже довольно долго говорим, но хотя разговаривать можно, по-моему, бесконечно. Давайте мы договоримся, что в следующий раз, где вы ещё что-нибудь там раскопаете, найдёте, вы обязательно к нам приходите со всеми проектами и рассказывайте, приносите вот эти чудесные, удивительные штучки более тысячи лет. Прямо очень страшно. Ну, две с половиной тысячи лет. Две с половиной. Две с половиной. Боже мой. Даже страшно, даже страшно, когда смотришь на них, такое чувство. Спасибо вам огромное. Ребят, пусть у вас всё находится, пусть всё будет классно-классно складываться. Приглашайте, если что, может быть, следующим летом, правда, приехать там, на недельку что-нибудь покопать, это же круто. Конечно, мы всем рады всегда. Здорово, отлично. Спасибо большое. Давайте со всеми попрощаемся и ждём вас ещё в гости. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok